Маршрут известен. Шестой год как на работе. Мое почтение. Спасибо большое. В военной форме сотрудника транспортного ОМОНа Андрея Иванюшина здесь видеть не привыкли. Для врачей станции переливания крови он в первую очередь один из лучших доноров. Каждый раз его встречают как доброго друга. Чего бы его не просил, позвонишь, он всегда придет на помощь и детям, и больным, всем. Это действительно уникальный донор. Гемоглобин 150 лучше не бывает. Соответствовать должны. 16,6 лучше не бывает. Здесь прекрасные у вас анализы. Схема давно отработана. Прежде чем сдать кровь, необходимо пройти все анализы. Обязательная часть программы – горячий сладкий чай. И только после этого добро пожаловать в зал переливания крови. Здесь ждут только тех, у кого нет проблем со здоровьем. Андрей Иванюшин не курит, не пьет алкоголь, старается правильно питаться. И это, говорит, помогает и в работе. Ныне полковник на службу заступил 35 лет назад. Прошел две чеченские компании. В ОМОНе трудится почти 20 лет. Говорит, кто, как не боец спецназа, должен быть донором. Крутая мотивация, если человек вливает мою кровь здоровую, кровь другого, любого гражданина, а тем более сотрудника спецподразделения. Все, болезнь бежит не знаю куда. Вот и все. Вот это главная мотивация. Главная мотивация себя, ну, держать в здоровом теле. Свой первый донорский опыт Андрей получил, решив помочь другу. Сдал кровь для него. Сразу понял, спасти может других людей. Осознавая это, делится после каждой процедуры, чувствует внутреннее удовлетворение. Рассказывает врачи станции переливания крови, порой звонят и говорят, человеку нужна помощь, нужно срочно приехать. Вот здесь, например, девочка, роженица была, трудные роды были, необходима была кровь. В выходной за 130 километров сдачи я несу сюда, чтобы сдать кровь. Соответственно, моя кровь помогла, она выжила. Мы не имеем права отказывать. Тем более, это прописано в законе Росгвардии. Мы должны всегда приходить на помощь самые первые. Уже все сотрудники его знают и всегда его ждут. И знают, что если к нему обратиться, он всегда не откажет. У него группа достаточно редкая, вторая отрицательная. И он у нас и кровь сдавал, и плазму, и тромбоциты. Однозначно, за его спиной уже достаточно много спасенных жизней. За 6 лет Андрей Иванюшин сдал кровь как минимум 40 раз. Сегодня ему вручают значок почетного донора. Мужчина удивляется, не ожидал. Ого, это уже вообще. А я на себя еще. Когда это будет? Все, большое спасибо. Очень приятно. Поздравляю. Спасибо большое. Звание почетного донора не только показывает на то, что человек многим помог. Оно дает право уходить в отпуск в любое время, вне зависимости от графика. Вне очереди проходить медобследование. Также от управления соцзащиты почетному донору полагаются ежегодные выплаты. Но это лишь приятный бонус, говорит Андрей. Быть донором он не перестанет. Алина Чемерис, Григорий Плешаков. События.